После выпуска своих новых гаджетов, а именно макбуков, макмини и нового хомпода, компания Apple наконец-то для нас выпускает iOS 16.3 RC версию. Сегодня поговорим о том, когда релиз, что нового iOS 16.3 RC, и даже затронем такую вещь, как iOS 15.7.3, тоже версия RC. Но обо всем по порядку. Меня зовут Максим, вы на канале Демец Лаунж, поехали. Ну что ж, по классике, начнем с веса обновления. Полный пакет скачивается, так как RC версия, для него это нормально, постоянно так и происходит. Помимо этого, вышли еще все остальные версии, macOS, watchOS, tvOS, homepodOS, или как оно там называется. В общем, все, что можно себе представить. iPadOS, конечно же. Но я же вам напомню, что у нас тут самые быстрые разборы, видеообзоры про новые версии iOS, про новые продукты и гаджеты Apple. Специально стараюсь для вас работать. Если такой контент нравится, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите, и YouTube вам пришлет уведомление. Тем более, что канал сегодня день рождения, сам Бог велел, как говорится. 6 лет ему исполнилось, правда, активно я его веду чуть меньше 3 лет, но все равно знаменательная дата. Давайте пробежимся немножко по тому, что нового именно в RC версии. Потому что у нас еще будет отдельный ролик, когда выйдет уже окончательный релиз, где я расскажу полностью, что нового, как бывает, в iOS 16.3. Здесь поговорим только что нового в RC версии. Во-первых, это интеграция с новыми устройствами, с новым homepod, с новыми macbook'ами, и, конечно же, с новым mac mini. Очевидно, что это нужно было сделать. Если ролик не видели, естественно, посмотрите вот там по подсказочке, например, про homepod. Второе, это новые обои. Традиционно Apple отмечает месяц афроамериканской истории, и в этот раз не исключение были презентованы новые обои, которые у нас с вами есть для iPhone'а, и, конечно же, новые циферблаты для Apple Watch. Все это будет доступно, конечно же, в iOS 16.3 и в WatchOS 9.3, однако это же обои, их можно поставить на любое устройство, поэтому как только обои для iPhone'а будут в открытом доступе, я себе в Telegram-канал их размещу, ссылка внизу в описании, и залетайте, у нас там классная комьюнити, и вообще много всего полезного и интересного. Новости там появляются точно самыми первыми. Ну и, конечно же, в RC-версии у нас с вами традиционно делаются патчи безопасности. Если для вас это важно, то обратите внимание, новые патчи безопасности, новый пакет патчи безопасности, конечно же, нам с вами доступен. Давайте скажу сюда же, потому что отдельной рубрики про HomePod у нас нет. Сегодня, когда HomePod показали, в нем активировали датчики для температуры и влажности. Собственно, вот в этой новой RC-версии для HomePod'а это все доступно, и можно теперь, например, спросить Siri, сколько градусов у вас дома, или какая влажность у вас дома. Классно. Что же касаемо iOS, я себе поставил RC-версию, все пока в целом работает нормально, каких-то проблем особо я не замечаю, так что по производительности у меня в целом все хорошо. Тестировать батарейку буду, как обычно, завтра на протяжении целого дня, и завтра вечером, либо послезавтра утром в Telegram-канал я вам размечу, чтобы вы понимали на основе моих каких-то данных, как у меня лично работает батарея, и могли какие-то свои данные с ними сопоставить. И, конечно же, я буду тестировать на протяжении всей недели, чтобы потом в опыте использования уже как бы релизной версии вам это все рассказать. Кстати, о релизе. Когда же он планируется? На следующей неделе, либо 24, либо 25 января. Зависит от того, как Apple захочет выпустить. Обычно это выходит по понедельникам. Я думаю, что в этот раз тоже не будет каким-то исключением. Так что к этому моменту я подготовлю ролик, где уже все по полочкам разложу, какие новые функции, как работает, то, что я вот с RC неделю походил. В общем, для вас будет полноценный такой контент. Ну и да, 15.7.3 RC тоже у нас с вами вышло, но какой бы у вас не был соблазн ее поставить на свое актуальное устройство, к сожалению, нет. Мы провели с ребятами из Telegram-канала ряд тестов и пришли к выводу, что на актуальное устройство ее, к сожалению, таким простым базовым способом не поставить, даже если у вас есть нужный профиль разработчика. Поэтому эта версия только для уже неактуальных устройств, например, iPhone 7 и все, что старше. Стоит ли себе ставить RC-версию? Здесь будет традиционный мой совет. Если у вас есть какие-то проблемы сейчас на предыдущих бетах или на какой-то релизной версии, то, конечно, поставьте. Если проблем нет, то ждите уже релиза. Ждать осталось, грубо говоря, полнедели. Это не такой большой промежуток времени, чтобы вот бежать и ее срочно накатывать. Тем более, что каких-то прям вау новых фич, кроме, наверное, обоев там нет, да и обои. Опять же, я вам скину в Telegram-канал, как они только появятся. Но я все равно понимаю, что вы все равно побежите ее все ставить, поэтому ссылка на профиль, который нужно установить, чтобы у вас бета-бета в настройках появилась, будет, естественно, в описании. Тоже ссылка на Telegram-канал. Я туда это все загружал. Ну и, как я говорил в начале, если вам такой ролик понравился, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет каналу развитию. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите. YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового ролика, а также внизу в комментариях пишите, что вообще думаете по поводу вот этой версии 16.3. Мне кажется, она достаточно минорная. И как вам новые обои? Самое главное, напишите. С удовольствием почитаю, с вами подискутирую. Ну и пока ждете релизную версию. Если не видели, можете посмотреть вот эти два ролика. Специально подобранный для вас много ритми YouTube. Зацените. И вот сюда, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока.